Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас небольшой коротенький прямо выпуск, а то я смотрю длина выпусков начала расти и это вроде как не есть хорошо. Хотя вы можете поддержать меня на моем ютуб канале, взять и досмотреть все мои длинные видеоролики до конца, ну хотя бы последние парочку. Раз вы смотрите видео про анаболические стероиды, значит смотрите во вкладочке фитнеса и медицины. Там очень много тематики об анаболических стероидах и других видах гормональной заместительной терапии. В частности, скоро выйдет куча информации о гормону роста. Итак, дорогие друзья, сегодня нетипичный выпуск и нетипичные побочные эффекты от приема анаболических стероидов. Будем мы говорить только о тех случаях, когда вы соответственно вводите анаболические стероиды в инъекционной форме, в масляном растворе. И речь пойдет вот о чем. Когда вы вводите анаболические стероиды в масляном растворе, особенно если вы приобрели их у неправоверенных продавцов, то получается, что таким образом могут возникать некоторые, как их качки называют, шишки. Да, ну какое-то там количество абсцесса может быть. У некоторых это все-таки проходит без вскрытия, да, у большинства людей. Кто-то чем-то мажет, кто-то чем-то не мажет, там от капустного листа до, соответственно, наложения йодной сетки. Ну и очень часто попадаются экстремальные вещи, когда пытаются греть, что-то еще делать. Но я бы не рекомендовал это делать, такие, соответственно, экстремальные какие-то прогревания устраивать на любой области. Не важно, ягодицы, это плечи, трицепс вы решили проколоть, потом прогреть. Это не самая лучшая идея, особенно при условии, что мы все-таки не знаем степень, как это внутри, да, распространился абсцесс, не знаем, не можем посмотреть каждого пациента, да, к этому просто пишут часто в комментарии, вот у меня такая беда, соответственно. А насколько она распространена, даже фотографию в комментарии не приложишь, да, и непонятно, что человеку посоветовать. Поэтому, дорогие друзья, в первую очередь не греем эти вещи. Во вторую очередь рассматриваем все вот эти вот абсцессы, как вялотекущий воспалительный процесс. И очень часто вместе с абсцессами идет повышение температуры при введении анаболических стероидов. Может быть, даже вы так ярко не обнаружите вашу какую-то, да, там, как называют, шишку, новообразование, уплотнение, но можете прочувствовать повышение температуры ярко. Кто-то, у кого-то, так скажем, реакция на температуру идет повышение, у кого-то, соответственно, больше новообразования, которые полгода не рассасываются, да, вот, а у кого-то бывают и формы аллергии на все вот эти вот масла. И что бы хотелось здесь сказать, что так же, как и с применением, соответственно, и как с другими побочными эффектами, и с применением других анаболических стероидов, для любого феномена побочного, который мы встречаем в нашем организме, да, вы уже привыкли на этом канале, что я всегда даю анализы, как это проверить, да, чтобы выявить, с чем мы боремся, с чем мы имеем дело. Конечно, если это прям такие яркие уплотнения, которые не проходят, тем более полгода, вы обязательно делаете УЗИ, ну, вот, и решаете там уже, может быть, я не знаю, хирургическим путем этот вопрос, ну, это о серьезных каких-то абсцессах, или там, когда уже там свищи у вас начали образовываться. Соответственно, если дело до такого не дошло, но постоянно то шишки, то температура, то температура, то шишки, вам нужно сдать, соответственно, во-первых, С-реактивный белок. По-любому, если идет воспаление, либо выраженное в температуре, либо выраженное, соответственно, вот этими вот новообразованиями какими-то, то, соответственно, все равно сдавайте С-реактивный белок. Здесь уже, смотрите, если он повышается, боритесь с этим. Как с этим бороться с воспалительным процессом, напишите мне в комментариях, если это будет интересная тема отдельного выпуска, потому что это системный воспалительный процесс, ну, по сути, от БАДов до противовоспалительных каких-то препаратов. Конечно, нестероидного типа желательно использовать, что-нибудь селективное, но мы об этом будем говорить еще отдельно. Скорее всего, когда-нибудь, зависит от вашей активности. Далее, дорогие друзья, что касается аллергии, тут немножечко посложнее. Я предлагаю всем сдавать гистамин. Вообще, можно делать иммунограмму, и я, наверное, сейчас дам ссылку, может быть, в конце этого видеоролика. Очень давно он на моем канале, когда я его еще называл «Medical Fitness», и, соответственно, был план, что будет больше врачей моих коллег. Ну, как выяснилось, все очень стеснительные, и видите, ну, мои коллеги появляются на канале, но не так часто, как я планировал раньше, что мы будем чуть ли не каждый день с ними снимать. Вот, врач-иммунолог Анна Франк. Я обязательно ссылку на нее оставлю на видео с ней. У меня было об анаболических стероидах и иммунограмме выпуск. Смотрите, в общем, очень интересная информация. Это в тему, если очень сильно, да, у вас иммунная система очень ярко реагирует, в том числе на введение, соответственно, масляных растворов. Вот, это может быть звоночек. Дело даже не в анаболических стероидах в принципе, а как звоночек, что что-то не в порядке с иммунной системой. От себя чаще всего у меня все-таки, если это не какие-то там сложные иммунные реакции, просто небольшая аллергия, даже бывало, что мы, соответственно, ингибиторами гистамина спасались. Поэтому, соответственно, дорогие друзья, соответственно, контролируйте ваше здоровье, следите. Здесь воспалительный процесс вялотекущий, он может вызывать другие, да, воспалительные процессы. И один вызывает другой, третий, иммунная система ослабевает. Ну, в общем, там такой очень неприятный каскад реакций. И в основном это проявляется выше мной перечисленные вещи либо у совсем новичков, у кого иммунная система не садаптировалась и чаще выражается в температурах, либо у старичков чаще выражается вот в болезненных новообразованиях, которые не проходят. Дорогие друзья, я вас всех жду на своих онлайн-консультациях. Также есть возможность получить у меня бесплатный чек-лист на анализы индивидуально под ваши цели и задачи. Но, однако, нужно писать мне в личку. Хочу бесплатный чек-лист с пометкой. И делать я это буду в приложении. И, соответственно, даже дам тоже потом на выходе какие-то коротко свое заключение, да, какой-то короткий диагноз бесплатно, но сдать вы должны. И это в нашей лаборатории, которая работает от приложения, соответственно. Поэтому, дорогие друзья, чтобы получить эти анализы и получить потом бесплатный комментарий на них, выражаться он будет в диагнозе, да, в каком-то. То есть это не будет лечение. Лечение оно платное, конечно же, но, соответственно, если у вас гиперхолестериномия, например, или преддиабет, или на фоне анаболических стероидов, да, у вас гиперэстрогеномия появилась, ну, к примеру, я это все, ну, коротко напишу, опишу, какие проблемы. Ну, как правило, мы имеем целый каскад вещей. Если бы дело касалось только эстрогенов, вы бы и сами могли это корректировать. Вот, ну, как правило, соответственно, выявляется целый каскад вещей при комплексной сдаче анализов. И здесь вы можете бесплатно сэкономить на диагнозе и на, соответственно, чек-листе, грамотно подобранном. Дорогие друзья, с вами был доктор Кравцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье. Субтитры сделал DimaTorzok